Командиры, вы когда-нибудь были в настоящем корабельном киносеатре? В честь пятилетия нашей любимой игры я приглашаю вас пересмотреть со мной лучшие серии морских легенд. И да, билетов на сеанс у меня очень много. Поможете передать их всем нашим игрокам? Для этого просто поделитесь этим видео в социальных сетях. И, конечно же, какой праздник без подарков? Давайте напомню правила. Ищите бонус-коды в каждом эпизоде исторического марафона. Как и во внутриигровом снабжении, все подарки известны заранее. Также каждый бонус-код выдает вам цепочку боевых задач. Выполнив все, вы получите 4 контейнера новой коллекции «5 эпох флота» и 1 миллион кредитов. Хотите больше? Если мы наберем заданное число новых подписчиков к публикациям каждого видео, то кредиты заменятся на уголь. Наберите заданное количество подписчиков ко всем эпизодам, и боевые задачи принесут вам 10 тысяч угля. Все подробности на нашем портале, ссылка в описании. Ну что ж, давайте начинать. Этот эпизод киномарафона посвящен самым первым нациям в игре — США, Японии, СССР и Германии. Мы проделали огромный путь, и сейчас число наций возросло до 11. У каждой из них есть свои особенности — сильные и слабые стороны, что создает множество возможностей для построения своей тактики. Первый корабль, о котором мы расскажем, не нуждается в представлении. Линкор «Ямато» — один из самых известных кораблей в истории. О нем слышали даже незнакомые с подробностями войн на море. Монументальный внешний вид и крупнейшие корабельные орудия в истории привлекают к себе внимание. Японский флот — это корабли, предпочитающие броне, скорость и мощь вооружения. Приятного просмотра! Они создавались, чтобы быть лучшими. Они встречали врага лицом к лицу. Они знали трагедии и победы. Благодаря мужеству тех, кто на них служил, они вошли в историю. И по праву заслужили титул «Морские легенды». Смотрите в этом выпуске. «Ямато» — жизнь и смерть легендарного линкора. К весне 1945 года стало понятно, что от поражения во Второй мировой войне Япония может спасти только чудо. Флот «Страны восходящего солнца» был фактически разгромлен. Авиация уничтожена, а американские войска уже высаживались на японские острова. Утром 6 апреля легендарный японский линкор «Ямато» вышел в море на свой последний бой. Если у японцев еще теплилась надежда, то связана она была именно с этим стальным гигантом — крупнейшим и наиболее мощным линейным кораблем того времени. Таможская операция на Тихом океане носила название «Тен-Итиго» — по-русски «Небеса-1» и была чистой воды самоубийством. Но вера японцев в «Ямато» была столь религиозна, что страна верила, что кораблю будет сопутствовать удача. История японского линкора «Ямато» началась за 10 лет до легендарного последнего похода. В октябре 1935 года был создан первый проектный вариант знаменитого в будущем военно-морского великана. В отличие от американцев, ограниченных в строительстве своего флота параметрами Панамского канала, японцам ничто не мешало строить корабли крупных размеров и большего водоизмещения, и размещать на нем максимум вооружения. Японские конструкторы собирались спроектировать такие линкоры, которые по мощи превосходили бы как все существующие зарубежные аналоги, так и те, что могли появиться в ближайшие годы. Позади меня можно увидеть производственный комплекс. Это бывшая военная верфь «Куре», в доках которой был рождён линкор «Ямато». Корабль был заложен в 1937 году, а вступил в строй в 1941. Это самый большой линкор в мире. Затраты на производство в то время составили 130 миллионов иен. В нынешних ценах это составило бы более 1 триллиона иен, то есть 8 миллиардов долларов. Изначально планировалось построить четыре корабля типа «Ямато», но на Тихом океане началась война, и после завершения строительства второго линкора, получившего имя «Мусаси», третий «Синана» было решено не достраивать, а четвёртый вообще не был заложен. Впоследствии «Синана» был перестроен в авианосец. «Ямато» — древнее название Японии, которое переводится как «Великая гармония». Постройка линкора велась в обстановке строжайшей секретности. Док прикрыли высоким ограждением из ценовок, со всех инженеров взяли торжественную клятву о неразглашении, а каждого рабочего на входе и выходе сравнивали с фотографиями. Японским судостроителям было что скрывать. Полное водоизмещение — 72 808 тонн. Длина — 263 метра. Ширина — почти 40 метров. Осадка — более 10 метров. Вооружение. Главный калибр. Три башни по три орудия 40 СК модель 94 в каждой. Калибр — 460 миллиметров. Вспомогательный калибр. Две башни по три орудия тип 3. Калибр — 155 миллиметров. Зенитная артиллерия. 12 спаренных орудий тип 89. Калибр — 127 миллиметров. 50 стройных и две одинарные автоматические пушки тип 96 калибра 25 миллиметров. Авиационная группа. 7 гидросамолётов, разведчиков и корректировщиков. Бронирование. Главный пояс — 270 410 миллиметров. Башни главного калибра — 190 650 миллиметров. Боевая рубка — 300 500 миллиметров. Энергетическая установка. 4 турбинных агрегата типа «Кампон» и 12 котлов «Кампон-РО». Мощность — 153 550 л.с. Максимальная скорость хода — более 27 узлов. Дальность плавания — 7200 миль при скорости 16 узлов. Главной особенностью «Ямато» являлись трёхствольные 460-миллиметровые орудийные установки главного калибра. Масса снаряда была почти полторы тонны, а начальная скорость составляла 790 метров в секунду. Вес пушки и «Барбета» равнялся 3000 тонн. Внутри такой башни могло находиться более 150 человек. К главному калибру линкор «Ямато» получил систему управления огнём. Это был директор, выдающий данные о параметрах стрельбы дальномеры и электромеханические вычислители — вариант первых компьютеров. Это была самая совершенная по тем временам система. Отсутствие радаров управления огнём по надводным целям компенсировалось превосходной кучностью залпов, и стрельба японцев не уступала достижениям других ведущих флотов мира. Вспомогательный калибр состоял из двух-трёхорудийных 155-миллиметровых башенных установок. Эти орудия имели очень высокие баллистические данные и могли пробивать достаточно солидную крейсерскую броню, но при этом обладали небольшой скорострельностью. На момент вхождения «Ямато» в строй на линкоре было шесть спаренных зенитных установок дальнего действия калибра 127 мм. Зенитную артиллерию ближнего действия составляли восемь трёхствольных орудий калибра 25 мм. Количество этих зенитных установок на линкоре постоянно увеличивалось в ходе войны. 127-миллиметровые зенитные пушки отличались от 25-миллиметровых орудий дальностью стрельбы. Таким образом, создавалась зона, в которой ни тем, ни другим не удавалось попасть по залетевшему в неё самолёту противника. Кроме того, 127-миллиметровые пушки довольно медленно поворачивались и недостаточно хорошо поднимались и опускались. Обладая скорострельностью 14 выстрелов в минуту, при высоких и низких углах возвышения они уже не могли достигнуть такой скорости стрельбы. Броневой пояс линкора был самым мощным за всю историю кораблестроения. Схожий с «Ямато» по характеристикам, американский линкор «Айова» имел толщину брони в среднем на 10 сантиметров меньше. Броневая защита японского гиганта образовывала цитадель, занимавшую чуть более половины от всей длины корабля по ватерлинии. Наиболее мощно была защищена боевая рубка. Существующие виды вооружения стали гигантскими. Японцы построили супер-ликон, который был бы один на 10, один на 15. Но проблема-то и заключается в том, что это не оправдывается. Можно построить один линкор «Ямато», но если против него выйдет 2, 3, 10 других линкоров американской постройки, они все равно его уничтожат. Это маневренность, количество, качество, массированность, количество залпов на один борт. Ямато вошел в строй в конце 1941 года. Своё первое сражение у атолла «Мидуэй» линкор провел в статусе флагмана Объединенного флота Японии. В те дни с 4 по 6 июня 1942 года могучий «Ямато» не сделал ни одного выстрела. В этом сражении линкор использовался всего лишь как штабной корабль. Японское командование явно берегло свои два лучших линкора для предстоящего генерального сражения с американским флотом. В результате японские моряки стали разочаровываться в своем главном корабле. Появилась даже поговорка. На свете есть три ненужные вещи. Великая Китайская Стена, Египетские пирамиды и линкор «Ямато». В первый серьезный бой японский морской исполин вступил лишь осенью 1944 года. Вместе со своим близнецом Мусаси в составе первого диверсионного соединения «Ямато» атаковал десантные суда у острова Лейте. В том сражении «Ямато» получил лишь незначительные повреждения, сумел проявить себя и вернуть статус непотопляемого гиганта. Однако к этому времени ситуация на Тихом океане изменилась. Развитие военной техники, оно, в общем-то, подчиняется законным философиям. Если конструкторы военные создали какую-то технику, то увеличение, как правило, происходит за счет увеличения параметров. Увеличивается калибр, увеличивается броня, и таким образом наступает тупиковый ветвь. Это не развитие флота, как и такового. Это развитие отдельных видов вооружения в рамках существующих границ. Коренная смена — это именно палубная авиация. Впоследствии ракетные вооружения. Но «Ямато» — это вершина. Вершина строительства линкоров. Это не развитие, это вершина. В 1945 году Вторая мировая война уже пришла на территорию Японии. Командование Объединенного флота приняло решение практически по самурайскому кодексу Буси-До. «Ямато» в составе соединения из одного легкого крейсера и восьми эсминцев должен был защитить остров Окинава от высадившегося американского десанта или, сражаясь до конца, погибнуть с честью. С этим приказом 6 апреля 1945 года легендарный японский линкор «Ямато» вышел в море в свой последний бой. На перехват флагмана Объединенного флота Японии было направлено 58-е оперативное соединение флота США. Американцы не могли упустить шанс уничтожить символ морской мощи противника. Первые эскадрильи с пяти тяжёлых и четырёх лёгких авианосцев, находившихся примерно в 300 милях от «Ямато», начали взлёт ещё в 10 часов утра. Всего же в уничтожении японской эскадры приняли участие 227 самолётов. Бой начался в 12 часов 34 минуты. В «Ямато» попали 4 авиационные бомбы, после чего вышли из строя 127-мм орудия и несколько зенитных автоматов. Через 20 минут линкор получил ещё два попадания бомб и одну торпеду в левый борт. «Ямато» ответил залпами своей зенитной артиллерии. В 14.02 началась последняя атака на израненый, но ещё боеспособный «Ямато». Это была показательная казнь. Четыре торпеды, три с левого борта и одна с правого, вывели из строя центральный пост борьбы за живучесть. «Ямато» потерял ход, крен на левый борт увеличивался с каждой минутой. И когда огромный корабль завалился на борт, раздался чудовищной силой взрыва. Гордость и надежда японского флота скрылся под водой. Вместе с кораблём погибли 3000 членов экипажа, включая командующего эскадрой и командира корабля. Для японцев этот корабль и по сей день остаётся символом мощи страны, павшим в бою настоящим морским самураем. В городе, на верфях которого легендарный линкор строился, открылся музей «Ямато», главным экспонатом которого стал 26-метровый макет этого корабля. Для сохранения многолетней истории судостроения города, 10 лет назад, здесь был построен музей военно-морской истории и науки «Куре», сейчас известный как музей «Ямато». В нём собраны экспонаты, отражающие военно-морскую историю «Куре», иными словами, историю мореходства и судостроения. Музей стал достаточно популярным. Со всей страны сюда съезжаются фанаты линкоров. Но не стоит забывать, что изначально он создавался, как музей судостроения в целом. Причиной столь сильного взрыва, довершившего уничтожение «Ямато», стал подрыв боевых погребов главного калибра. Но вот о том, почему тот страшный взрыв произошёл, ведётся немало споров. Ответ, возможно, покоится на дне океана. Полностью поднять останки японского линкора-гиганта до сих пор не представляется возможным. Конечно, у «Ямато» был ряд недостатков. Как и линкор «Мусаси», он был потоплен в результате авиаударов. Но основной причиной гибели кораблей была изначальная неспособность противостоять чрезвычайно массированным нападениям с воздуха. «Ямато» так и остался в мировом судостроении самым большим и самым мощным линкором. Для всех, кто знаком с историей военного кораблестроения, «Ямато» является олицетворением морского величия. Рождённый наводить ужас на врага и побеждать, этот грозный стальной исполин даже при поражении сумел прославить своё имя. С его гибелью в истории военно-морского флота, по сути, завершилась эра больших линейных кораблей, и «Ямато» остаётся её главной звездой. Её вершиной. Общая черта американских кораблей — универсальность. Корабли этой нации лучше прочих справляются с авианалётами, имеют достойное бронирование и мощную артиллерию. Рассказываем о следующем легендарном корабле — о линкоре «Айова». Они создавались, чтобы быть лучшими. Они встречали врага лицом к лицу. Они знали трагедии и победы. Благодаря мужеству тех, кто на них служил, они вошли в историю и по праву заслужили титул «Морские легенды». Смотрите в этом выпуске. Линкор «Айова» — неразыгранный козырь. В 30-е годы прошлого века весь мир сходил с ума по двум вещам — свингу и пушкам. Причём у политиков и промышленных магнатов страсть к последнему имела все признаки гигантомании. Находя юридические лазейки в международных соглашениях и конвенциях об ограничении вооружений, а то и просто игнорируя их, государства проектировали всё новые и невиданные доселе виды оружия — как сухопутного, так и морского. Больше. Тяжелее. Мощнее. В глобальной гонке вооружений были задействованы самые передовые технологии и колоссальные финансовые ресурсы. Чтобы иметь возможность противостоять нашим потенциальным противникам, было решено построить более крупные корабли. Линкор «Айова» обладал водоизмещением 45 тысяч тонн. Его предшественники — линкоры типа «Южная Дакота» и «Северная Каролина» — были поменьшими. Линейный корабль, по своей сути, — это плавучая артиллерийская батарея, поэтому его размеры напрямую зависят от размера орудий главного калибра. На линкоре «Айова» стоят три 406-мм орудийные башни главного калибра. В каждой башне по три орудия. Вся конструкция корабля была продумана таким образом, чтобы он стал платформой для орудий калибра 406-мм. Это как к стрелковому оружию. Одно из заблуждений, что проектируется пистолет, а потом патрон. Нет. Министерство обороны всегда заказывает патрон. То же самое при строительстве кораблей. У противника 380-мм, 305-мм. А давайте сделаем 406-мм. Тем более уж уже наработки были. Только не 40 калибров, а 50 калибров. Сделали 406-мм. Вот под это орудие и строился корабль. Основные тактико-технические характеристики линкора «Айова». Полное водоизмещение — 57 540 тонн. Длина — 270,5 метров. Ширина — 33 метра. Осадка — 11 метров. Вооружение. Главный калибр. Девять орудий Марк-7 в трёх-трёхорудийных башнях. Калибр — 406 мм. Дальность стрельбы — до 39 км. Универсальная артиллерия. 20 орудий Марк-12 в 10 спаренных башенных установках Марк-28. Калибр — 127 мм. Зенитная артиллерия. 19 счетверённых установок «Бофорс». 52 автомата «Эрлекон». Марк-2, 3, 4. Авиационная группа. Три гидросамолёта «Воут ОС-2Ю Кингфишер». Толщину бронирования при строительстве «Айовы» намеренно завышали, чтобы ввести противника в заблуждение. Реальные цифры таковы. Главный пояс — 307 мм. Башни главного калибра — от 184 до 432 мм. Боевая рубка — от 184 до почти 440 мм. Главная броневая палуба — от 153 до 179 мм. Главная энергетическая установка «Айовы» — самая мощная среди линкоров. Четыре турбозубчатых агрегата, включавших в себя восемь турбин фирмы «Дженерал Электрик», восемь паровых котлов фирмы «Бепкок» и «Вилкокс». Мощность — 212 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость хода — около 33 узлов. Дальность плавания — около 20 тысяч миль при скорости 15 узлов. «У Айовы» — очень необычная конструкция корпуса и носовой части. Как видите, корпус сужающийся, практически обтекаемый. И благодаря такой утончённой конструкции это чудище массой в 57 тысяч тонн удалось разогнать до 33 узлов. Это очень-очень быстро. Можно сказать, это практически скорость моторного катера, что очень необычно для боевого корабля. Потом это уже сказалось очень хорошо во время войны на Тихом океане, когда эта скорость стала сопутствующим успехом для сопровождения авианосных групп. На борту корабля было установлено порядка 140 зенитных пушек калибра 20 и 40 миллиметров. Авианосцы просто обожали эти линкоры за их способность обеспечить надёжное прикрытие. Когда «Айова» ещё был на стапеле, американцам стало понятно, что в боях с японским флотом ему отведена второстепенная роль. Главной ударной силой флота становились авианосцы. Но и такому гиганту, как «Айова», тоже нашлось достойное дело в мировой войне. Линкор «Айова» был введён в строй в начале 1943 года. Корабль отправился на своё первое боевое задание, когда разведка сообщила, что немецкий линкор «Тирпиц» может войти в воды Северной Атлантики. «Айову» отправили на север, чтобы заблокировать «Тирпиц». Предположим, в бою встретились линкор «Айова» и линкор «Тирпиц». У «Айовы» большая скорость, большая манёвренность, дальность стрельбы артиллерийскими установками. «Тирпиц» максимально пытался возблибиться с «Айовой». «Айова» максимально хотел бы уйти. И, маневрируя над большой дистанцией, расстреливали «Тирпиц». Здесь, безусловно, победа была бы за «Айовой». Встретиться в бою двум морским тяжеловесам так и не удалось. Поэтому последствия дуэли «Айовы» и «Тирпица» остаются на откуп воображения. Второе задание, на которое «Айова» отправился 12 октября 1943 года, заключалось в перевозке Франклина Рузвельта через Атлантический океан в Северную Африку. Оттуда президент США продолжил свой путь на Тегеранскую конференцию с участием Черчилля и Сталина. Рузвельт провёл на борту корабля 15 дней. Когда президент Рузвельт вступил на борт корабля, первое, что он увидел, была «Вики». Однажды первый командир «Айовы», капитан первого ранга Джон МакКри, привёл домой маленькую собачку. Его жена посмотрела на этого пса и сказала, «Унеси его прочь отсюда». Тогда МакКри взял собаку с собой на корабль. Президент спросил у МакКри, «Кто эта маленькая собачка?» И командир корабля ответил, «Это наш небольшой талисман по имени Вики». Итак, Вики провёл все 15 дней с Рузвельтом во время его путешествия. Собака любила кружиться по полу и играть. И хотя Вики был никудышным моряком, он был великолепным псом и доставил Рузвельту много радости. В начале 1944 года линкор «Айова» вступил в состав 5-го флота США, который вёл боевые действия на Тихом океане. К этому моменту американские войска уже развернули наступление на японские позиции, расположенные на островах. В задачи линкора входила поддержка десанта артиллерийским огнём и сопровождение авианосцев во время воздушных рейдов на Филиппины, острова Рюкью, Тайвань. «Айова» вдоль и поперёк исходил многие архипелаги небольших, теперь уже забытых островов. Линкор также участвовал в поддержке высадки войск генерала МакКартура в битве за Лейто. Но, к сожалению, в ходе этого сражения «Айова» отправился преследовать авианосную группу японцев, которая на самом деле была отвлекающей целью. Когда корабль вернулся назад, то немного опоздал к моменту основных боевых действий и таким образом упустил единственный шанс сразиться с Ямакой. Эти два корабля так и не сошлись на поле боя. Страны держали их, так сказать, на расстоянии. Серьёзное повреждение любого из кораблей в бою было большим политическим риском. Японская промышленность в те годы физически не обладала необходимыми ресурсами для постройки большого количества кораблей. Решение было простым — строить большие корабли, такие, которые превзошли бы размерами и мощью самые крупные корабли других стран — суперлинкоры. Линкор Ямато — это самый большой линкор в мире. Скорость полёта снаряда составляла 790 метров в секунду, а масса снаряда могла составлять до полутора тонн. Эффект от выстрела такой пушки мог быть очень серьёзным. Они превзошли нас. По большому счёту, японцы нарушили договор. И другая сторона. Соединённые Штаты Америки. Они просто строили корабль, который бы отвечал полностью реалиям морского боя, который бы мог быть свободным, без всяких затруднений, построенным американской промышленностью. Во время войны японский флот мог себе позволить строительство только двух линкоров, в то время как американцы могли позволить себе строительство новых и новых линкоров. Американцы просто строили, и у них просто получился хороший корабль. Я думаю, Айова, конечно, я не могу сказать ничего другого, победил бы Ямато в бою. Для корабля 40-х годов у него очень точная система управления огнём. Мне кажется, это было бы преимуществом Айова, если бы корабли встретились в бою. Он был настолько точным, что когда в 1984 году корабль был возвращён в состав флота, на корабле оставили данную вычислительную машину, хотя в то время уже были современные компьютеры. Айова мог положить снаряд очень-очень близко к цели, настолько точно, что не нужно было ничего менять. Айова был для Ямато самым опасным врагом. Если бы они оказались на дистанции от 20 до 30 тысяч метров, то у Айова было бы мало шансов на победу, особенно при хорошей погоде. Но зато благодаря лучшим радарам Айова мог воевать и в плохую погоду, и в ночное время. Мощные орудия, высокая скорость, точный радар — всё это делало Айову грозным противником. Поэтому победа в битве между двумя этими линкорами полностью зависела бы от условий боя. Мы могли быстрее подойти и выстрелить, но опять же, большую роль играет одно удачное попадание. ТАКТИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВЕННЫЙ Изменившиеся в пользу авианосных соединений тактика боевых действий на море не предоставила Айове случая применить главный калибр в бою с надводными кораблями противника. Поэтому всю свою огневую мощь линкор обрушивал на береговые позиции врага. А 29 августа 1945 года, когда война была фактически окончена, линкор Айова бок о бок со своим сестершипом Миссури в составе оккупационных сил вошёл в Токийскую бухту. Мы были рядом с Миссурием, кораблём того же типа, что и мы. Тем самым, Миссури, на котором Дуглас Маккартур принял капитуляцию Японии. У нас на Айове любят говорить, что если бы Рузвельт был жив, подписание акта о капитуляции вероятно состоялось бы на этом корабле. Но президент Трумэн был родом из штата Миссури, и поэтому церемония подписания состоялась на линкоре Миссури. Как-то раз я разговаривал с моряком, служившим на этом корабле. Я спросил его, был ли он расстроен от того, что подписание акта о капитуляции Японии состоялось на Миссури, а не на его корабле. И он ответил, «Нет, совсем нет, война закончилась, мы выжили. Мы отправлялись домой к нашим жёнам и детям». А в это время ребята на Миссури в поте лица трудились, чтобы Дуглас Маккартур хорошо выглядел перед прессой. В конце войны мы вернули домой множество военнопленных, заключённых японских лагерей. Мы привезли их домой, мы прошли под мостом золотые ворота. Война была окончена. За участие во Второй мировой войне линкор был награждён девятью боевыми звёздами. В 1949 году Айоу вывели в резерв флота, но через два года снова вернули в строй и отправили в поход к берегам Кореи, откуда линкор вернулся с ещё двумя боевыми звёздами. С 1958 по 1984 год линкор находился в резерве и после модернизации был в очередной раз включён в состав флота. События, произошедшие в конце 80-х годов, показалось, что потери линкор может нести не только в военное время. 19 апреля 1989 года случилась самая серьёзная трагедия за всю историю его службы. Корабль находился примерно в 600 километрах от Пуэрто-Рико. Как я понимаю, они зарядили снаряд в пушку второй башни, дослали пороховой заряд и только собирались закрыть затвор, когда что-то произошло. Случился взрыв, от которого погибли 47 человек. Это были самые большие человеческие жертвы за всю историю корабля. Линкор оправившись после трагедии, линкор совершил плавание в европейские воды и, вернувшись домой, был выведен в резерв. В 2001 году, через 58 лет после спуска на воду на Нью-Йоркской верфи, пройдя десятки тысяч миль и выпустив тысячи снарядов по вражеским позициям, линкор «Айова» встал на якорь в бухте Лос-Анджелеса. Этот корабль уникален, потому что он трижды призывался в ряды ВМС США, Вторая мировая война, Корейская война и 80-е годы. А сейчас идет четвертый период его службы, уже в качестве музея. Броня и бронебойность — одни из главных достоинств кораблей немецкого флота. Эти корабли для любителей агрессивного геймплея. Ну и раз мы говорим про Германию, вы знаете, о каком корабле дальше пойдет речь. Да, о бисмарке. Меня зовут Джордж. Я из Афин, Греция. Последние 50 лет я занимаюсь моделизмом. Я старался, чтобы эта модель могла рассказать историю. Я начал сотрудничать с Wargaming и смог увидеть, как бисмарк представлен в World of Warships. Линкор «Бисмарк» — пожалуй, самый знаменитый корабль Второй мировой войны. Для одних он был предметом гордости, для других — домокловым мечом, нависшим над Атлантикой, где проходили жизненно важные морские артерии Британии. Этот корабль был совершенным воплощением идеи своего времени о том, что только стальные исполины с могучими орудиями и мощной бронёй способны господствовать на морских просторах. Судьба линкора «Бисмарк» — величайший триумф этой идеи и её грандиозное крушение. Писмарк был заложен в 1936 году, и к завершению строительства в 40-м своими размерами он превосходил все существовавшие на тот момент европейские линкоры. Его длина составляла 250,5 метров, ширина — 36 метров, осадка — 10,2 метра. Максимальное боевое водоизмещение составляло 50 900 тонн. При этом 40% боевого водоизмещения приходилось на бронирование. «Бисмарк» был превосходно защищён. Максимальная толщина главного броневого пояса — 320 мм, в толщинах горизонтального бронирования достигала 110 мм. Башни главного калибра — от 180 до 360 мм. Боевая рубка имела броню толщиной от 200 до 350 мм. Основной аргумент линкора — его главный калибр — был представлен четырьмя двухорудийными башенными установками. Калибр пушек СКЦ-34 составлял 380 мм. Артиллерия вспомогательного калибра, в основном для борьбы с эсминцами, была представлена 12-ю 150-мм орудиями, размещенными попарно в шести башнях. В качестве зенитной артиллерии на линкоре было установлено 16 105-мм орудий в спаренных установках, 16 спаренных зенитных автоматов калибром 37 мм и 12 20-мм автоматических зенитных пушек. На вооружении Бисмарка в качестве средства введения разведки и артиллерийского наведения находилось 4 гидросамолёта «Арада» Р-196. Энергетическая установка линкора состояла из 12 котлов «Вагнера» и 3-х турбозубчатых агрегатов «Бломундфос» и развивала мощность 138 000 л.с. Максимальная скорость — 30 узлов, дальность плавания — 8410 миль 15 узловым ходом. 24 августа 1940 года состоялась торжественная церемония вступления в стройлинкора «Бисмарк». И уже той же ночью ему пришлось отражать авианалёт британской авиации на верфи Гамбурга. В этот раз германскому линкору удалось избежать повреждений. Тем временем командование «Крикс Марина» разработало детальный план операций своих надводных сил. Их стратегической задачей стало оказание давления на атлантические коммуникации союзников, чтобы вынудить их перебросить для охраны конвоев британские линкоры из Средиземного моря и тем самым изменить там баланс сил в пользу Германии и Италии. 19 мая 1941 года «Бисмарк» вышел в свой первый боевой поход. Вместе с ним в рейд отправился тяжёлый крейсер «Принц Ойген». Уже через два дня в британское адмиралтейство поступило сообщение об обнаружении вблизи норвежских берегов двух германских тяжёлых кораблей. Флот «Метрополий» был приведён в боевую готовность. На перехват рейдеров были направлены линейный крейсер «Худ» и линкор «Принц Офф Уэллс». Утром 24 мая на «Бисмарке» сыграли боевую тревогу. Слева по борту были обнаружены британские корабли. Англичане открыли огонь в 5.52 утра с дистанцией 22 км. Через три минуты «Бисмарк» ответил залпами по головному неприятельскому кораблю к линейному крейсеру «Худ». Дистанция между противниками сокращалась. В течение нескольких минут снаряд «Принца Ойгена» вызвал на «Худе» пожар, а «Бисмарк» получил три попадания от «Принц Офф Уэллс». Германский линкор дал пятый залп по английскому линейному крейсеру. Через считанные секунды чудовищный взрыв переломил «Худ» на две части. После уничтожения красы и гордости британского флота «Могучего Худа», как называли на берегах Туманного Альбиона линейный крейсер, «Бисмарк» перенёс огонь на «Принц Офф Уэллс» и, добившись трёх попаданий, заставил выйти английский линкор из боя. За полчаса сражения немецкий корабль продемонстрировал свои исключительные боевые возможности, однако и он в той схватке получил повреждения, которые хоть и не снизили боеспособность линкора, тем не менее вынудили командование прекратить операцию. Из-за вызванных попаданиями британских снарядов затоплений «Бисмарк» получил крен на левый борт и дифферент на нос. Его максимальная скорость упала до 28 узлов, вдобавок у линкора были повреждены топливные цистерны. Я решил не изображать корабль, как будто он только что сошёл со стапелей, ведь он подвергался воздействию непогоды. Он был в бою, и я хотел отразить всё это. Поэтому на модели есть много ржавчины. Также краска местами обесцвечена, потому что в реальной жизни моряки постоянно ремонтировали ущерб, нанесённый непогодой или в бою. Бой 24 мая в Датском проливе стал поворотным пунктом в истории Бисмарка. Англичане мобилизовали на поиски убийцы Худа практически все силы, которые находились в Северной Атлантике. К охоте были привлечены даже некоторые корабли охранения конвоев и соединения, вышедшие из Гибралтара. Оценив свои возможности, адмирал Лютинс, командовавший немецким соединением, принял решение отделить принц Ойген для самостоятельных действий против конвоев. А Бисмарк, потерявшего много топлива, отправить к берегам оккупированной Франции в Порт-Сен-Назер. Вечером того же дня самолёты британского авианосца «Викториас» предприняли атаку линкора, но единственная попавшая в корабль торпеда не причинила ему значительных повреждений. Многие считают, что к началу Второй мировой войны Свардфиш уже устарел. И в каком-то смысле это верно. Однако, когда он разрабатывался в 1935 году, это был очень эффективный самолёт. Он обладал хорошей скоростью в 220 км в час. А его способность нести торпеду было именно то, что нужно флоту. Тактико-технические характеристики самолёта «Фьюрис Вортфиш». Длина — 11,7 метра. Размах крыла — 13,8 метра. Максимальный взлётный вес — 4036 кг. Двигатель «Бристоль Пегас 3М» мощностью 690 л.с. Максимальная скорость — 222 км в час. Боевая нагрузка — три 227-килограммовые бомбы, 702-килограммовая торпеда. Возможно, вы заметили, что верх орудийных башен на модели покрашен в жёлтый цвет. Командование решило, скорее всего, 26 мая, покрасить верх орудийных башен в жёлтый цвет, чтобы немецким самолётам из Люфтваффе было проще опознать корабль и предоставить поддержку с воздуха на пути в порт. В наступившей ночи «Бисмарку» удалось оторваться от преследователей, и последующие сутки линкор на пределах своих возможностей шёл на восток. К вечеру 26 мая «Бисмарк» подходил к рубежу действия Люфтваффе. Британцы дышали в спину. Наиболее близко к германскому линкору находилось соединение, вышедшее из Гибралтара, в составе которого был авианосец «Арк Роял». В 20 часов 47 минут 15 самолётов «Свортфиш», разбившись на звенье по три машины, начали атаку на «Бисмарк». Очень немногие самолёты смогли бы пробиться через неблагоприятные погодные условия той ночью, обнаружить «Бисмарк», произвести пуск торпед и повредить корабль. «Свортфиш» обладал чрезвычайно прочной конструкцией. Он мог выдержать плотный огонь зенитной артиллерии, мог лететь, даже если был весь изрешечён пулями, и в плохую погоду его можно было очень легко посадить на качающуюся палубу корабля. У самолётов «Свортфиш» отсутствует фонарь или закрытая кабина экипажа. Стрелок-радист мог вести огонь из пулемёта Льюиса, но этот пулемёт не отличался большой мощностью и мог использоваться только для защиты самолёта. «Свортфиш» мог лететь практически касаясь гребней волн, на высоте 5-10 метров над водой, и это под огнём противника. Выяснилось, что зенитное орудие «Бисмарка» просто не в состоянии опуститься на такой уровень, чтобы вести огонь по самолётам. Одна из двух торпец «Свортфиш» попала в корму «Бисмарка», в результате чего у линкора заклинило рули, и он начал описывать циркуляцию. С наступлением темноты корабль обнаружили британские эсминцы, которые не давали покоя повреждённому гиганту на протяжении всей ночи. Утром 27 мая состоялся финальный акт «Драматической одиссеи Бисмарка». На горизонте появились британские линкоры «Родни» и «Кинг Джордж V», которые, приближаясь, открыли по германскому кораблю огонь. «Бисмарк» незамедлительно ответил, но из-за полученных за прошедшие дни повреждений его залпы не достигали цели. В течение часа линкор вел отчаянный и ожесточённый бой. К половине десятого главный калибр «Бисмарка» был уничтожен. Спустя ещё 10 минут выведена из строя противоминная артиллерия. А в 10.00 замолчал последний 20-мм автомат. Разрушенный «Бисмарк», над которым продолжал развиваться боевой флаг, горел, но корабль всё ещё держался на плаву. В 10.39 добитый торпедами английского крейсера «Дорсетшир» линейный корабль «Бисмарк», повалившись на левый борт, затонул. В операции против «Бисмарка» непосредственно участвовало 57 надводных кораблей и 8 подводных лодок Королевского флота. Девятидневный поход «Бисмарка» стал одним из самых драматичных эпизодов боевых действий Второй мировой на море. Он принёс немецкому надводному флоту крупнейшую победу и одно из существенных поражений. Командование германских ВМС было вынуждено пересмотреть свои планы по применению крупных надводных кораблей в рейдерских операциях против конвоев союзников. Но и британское адмиралтейство по достоинству оценило возможности «Кригсмарины», сосредоточив в Северной Атлантике крупные силы флота «Метрополии» для противодействия германской угрозе. «Бисмарк» погиб, но в строю оставался его близнец Тирпиц, и ВМС Германии всё ещё были сильны. Корабли Советского флота в игре могут похвастаться настильной баллистикой с высокой начальной скоростью полёта снарядов, позволяющей проще попасть по активно маневрирующим противникам. У Советского флота не было своего «Ямата» или «Бисмарка». Но что могло бы произойти, если бы им всё же удалось закончить «Проект-23»? Узнайте из следующего эпизода. В начале XX века российский флот пережил потрясение, поставившее его на грань существования. Первым и самым ощутимым ударом была русско-японская война, в которой Российская империя потеряла почти все свои крупные корабли. Затем Первая мировая. Революция 1917 года и последовавшая за ней кровопролитная гражданская война разрушили как саму империю, так и её флот. Тем не менее, принявшись за строительство нового социалистического государства, большевики смело глядели в будущее. Там они видели, как для защиты спокойствия и процветания Советского Союза в море выходят мощнейшие корабли мира. Советские корабли. В 1927 году, когда прошла военная тревога и разрыв дипломатических отношений с Британией, стало понятным, что даже атаку приграничных государств Польши и Румынии Советский Союз отразить не в состоянии. Поэтому в 1928 году была принята программа первых пятилеток, в результате которой шло развитие тяжёлой промышленности, в первую очередь металлургии, которая позволяла, в общем-то, нормально начать военное строительство, нормально развивать вооружённые силы. И в рамках развития вооружённых сил и военного строительства была принята программа по строительству крупных капитальных кораблей. Принятая в 1936 году программа крупного морского судостроения предусматривала в десятилетний срок введения в строй около 530 кораблей основных классов с суммарным водоизмещением свыше 1,3 миллионов тонн. При этом половину общего тоннажа должны составлять линейные корабли. И самое смешное, что ни одна страна мира, ведущая страна мира, а это потенциальные противники Советского Союза, не рассматривали Советский Союз как своего противника на море, и поэтому абсолютно были равнодушны к тому, что собирается там строить Советский Союз. Тем более ещё надо учитывать такую специфику, как абсолютная закрытая Советского общества. Везде подозрительность, засекречено всё. Поэтому западные страны даже и не подозревали, что мы что-то планируем, что-то строим и что-то будем строить. Представление о том, каким должен быть современный линкор у советских кораблестроителей основывалось на характеристиках новых тяжёлых кораблей, которые в середине 30-х годов стали закладывать ведущие морские державы. В феврале 1936 года были сформированы технические задания на проектирование линкора для Балтийского моря «Проект-21» и линкора для Тихого океана «Проект-23». После корректировки ТТЗ линкор «Проект-23» стал также именоваться «Линкором типа А». Когда весной 1937 года руководству Советского Союза стало известно о начале строительства новых немецких и японских линкоров водоизмещением не менее 50 тысяч тонн, Управление кораблестроения предложило конструкторским бюро в трёхмесячный срок переработать проект без оглядки на любые ограничения. В ноябре 1937 года появился третий вариант проекта «Проект-23». Спустя полтора года его окончательный технический проект был утверждён. К этому времени уже велось строительство двух кораблей. Строить их должны были сериями по четыре линкора. Головной корабль «Советский Союз» был заложен в Ленинграде. Два корпуса «Советская Россия» и «Советская Белоруссия» были заложены в Молотовске, который сейчас называется «Северо-Адвинск». И один корпус был заложен в Николаеве, в Советской Украине. Тактико-технические элементы линкора «Проект-23» на 1939 год. Длина почти 270 метров. Ширина почти 39 метров. Осадка — 10,45 метра. Водоизмещение полное — 65 150 тонн. Бронирование. Главный броневой пояс от 375 до 420 миллиметров. Суммарное горизонтальное бронирование — 230 миллиметров. Башни главного калибра — от 230 до 495 миллиметров. Вооружение. Главный калибр — 9 406-миллиметровых орудий B-37, размещенных в трёх башнях. Противоминная артиллерия — 12 152-миллиметровых орудий B-38 в шести башенных установках. Зенитная артиллерия — 4 спаренные установки из 100-миллиметровых орудий B-54. 8 счетверённых 37-миллиметровых автоматов 46К. Авиационное вооружение. 4 гидросамолёта Кор-2. Главная энергетическая установка — 6 водотрубных котлов и 3 главных турбозубчатых агрегата. Максимальная мощность — 231 тысяча лошадиных сил. Максимальная скорость хода — 28 узлов. Дальность плавания — 7200 миль 14-узловым ходом. Согласно программе «Строительство кораблей на 1938-1945 годы», одобренной Комитетом обороны СССР, предполагалось ввести в струй 6 линкоров для Тихоокеанского флота, 4 для Балтийского, 3 для Черноморского и 2 корабля для Северного флота. Что значит построить 15 линкоров? Вы представляете себе, какая это должна быть промышленная база? Под эти линкоры надо было поставить специально для них заводы по производству боеприпасов, по производству артиллерийских установок, по производству машин и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся экономика страны работала на это. Советского Союза на момент закладки кораблей проекта «23» в Советский Союз была жесточайшая нехватка построечных мест, которые смогли бы выдержать столь тяжёлый корабль. Поэтому был построен завод в Молотовске, нынешний Северодвинск. На этом заводе были построены два эллинга крытых, под которым в любое время года шло формирование корпусов кораблей. В общем-то, это было достаточно серьёзным таким новшеством в мировом кораблестроении. Беспрецедентными были и трудности, с которыми сталкивалась советская промышленность при строительстве этих кораблей. Задержки с поставками корпусной стали на верфи, сложности с производством брони требуемого качества и объёмов, а самое важное — нехватка профессиональных кадров. Дореволюционный опыт проектирования и строительства крупных кораблей был частично утерян или устарел, и молодой советской школе кораблестроителей приходилось наверстывать упущенное усиленными темпами и в кратчайшие сроки. Вы — строитель лёгкого автомобиля. Вас вызывают в Москву и говорят, вы сегодня будете строить не автомобиль бытовой, а танк Т-80 или Т-90. Какова ваша реакция будет? У вас округлятся глаза и скажут, я же никогда не делал. Что значит, вы не можете танк построить? Вы что, против Советского Союза? Вы что, немецкий шпион? И вы, во-первых, вы идеологически обработаны. Это не плохо, не хорошо, он факт. Плюс вы член партии. Плюс вы патриот. Ну и, конечно, вы что, хотите быть расстрелянным? И всё это в комплексе человек заставляет работать, учить. Он изучает. И что такое феномен наших инженеров в 20-х, 30-х, 40-х, да даже 50-х годов? Они на работе пропадали по 12-16 часов. И вот этот стиль сталинский, что начальник сидит, он вкалывает до 8-9 часов вечера. И все должны сидеть вкалывать. Что значит, вы пошли домой? Начальник сидит. А начальник думает, как построить линкор в Советский Союз. А вы разве об этом не думаете? Нет, я тоже думаю. Водушевлённое успехами индустриализации, авиационной промышленности и танкостроения, руководство страны и вооружённых сил с оптимизмом смотрело на кораблестроителей, которые уже после закладки первых линкоров не прекращали дорабатывать и совершенствовать проект. При недостатке опыта поиск оптимальных решений требовал большого объёма опытных работ и теоретических расчётов, которые не всегда укладывались в установленные программы строительства сроки. Чехарда с кадрами, чехарда с организацией. Отсутствие понимания, как это всё строить. Конструкция линкора постоянно менялась. И уже когда начали закладывать киль, соответственно, всё ещё продолжались наработки, какой у нас должен быть линкор. Почему это происходило? Опять же, у нас не было технологии. У нас, что называется, не было конвейера по строительству линкоров. Просто сильно технологии ушли вперёд, и нужно было строить совершенно другие корабли, в отличие от того, что строила Российская империя. Безусловно, это вносило серьёзнейшие коррективы в понимание того, как эти корабли должны выглядеть. Поэтому пытались получить различный иностранный опыт. Обращались в Соединённые Штаты. Были, соответственно, контакты с Францией, с Германией, с Италией. Вы поймите, что 20-й век нельзя ни в одной стране в мире построить изолированное что-то, полностью опираясь на свои силы. Сначала изучаются линкоры зарубежных стран. Прежде всего, наших вероятных противников. Какой калибр, какая скорость, какая броня. Самое смешное, но это было всё в открытых источниках. Принимая во внимание тот факт, что ударная мощь линкора заключается в орудиях его главного калибра, Советский Союз должен был соответствовать по своей огневой мощи аналогичным иностранным кораблям. В то время за рубежом крупнейшие известные орудия морской артиллерии имели калибр 406 мм. Проект 406-мм орудия разрабатывался для нужд Российского императорского флота ещё до революции 1917 года. Спустя практически 20 лет к этой задаче вновь вернулись уже советские конструкторы. Но между теоретическими расчётами и практическим исполнением орудия в металле существовала громадная технологическая пропасть, для преодоления которой потребовалось выстроить мост из новых предприятий и производственных стандартов. И, как можно убедиться, пропасть была преодолена весьма успешно. В 1940 году на военно-морском артиллерийском полигоне в Ленинграде для испытания орудия Б-37 была смонтирована вот эта опытная установка МП-10. Глядя на это сооружение, можно представить, какой огромной была бы башня линкора, оснащённая тремя такими орудиями. Самая выдающаяся во всех смыслах часть пушки — это её ствол, масса которого без казённика более 137 тонн. Отливка заготовок для производства ствола велась из двухдоменных печей сразу. Затем эти гигантские слитки ковали на прессе и обрабатывали на громадном станке, похожем на токарный, длиной около 36 метров. В общем, на изготовление одного ствола уходило около года. По своему баллистическому решению, орудие Б-37 — одно из лучших в мире. Оно уступает только 460 мм орудию Ямато, но там калибр больше. И по ряду характеристик уступает американской пушке МК-7 с тяжёлым снарядом 1225 кг. А так это, по сути, третье орудие в мире. Ни у англичан, ни у французов, ни у итальянцев подобного орудия не было. Даже у немцев не было. Тактико-технические характеристики орудия Б-37. Калибр — 406 мм. Длина орудия — 20 метров. Масса ствола с затвором — почти 137 тонн. Максимальная дальность стрельбы — 45,6 км. Начальная скорость снаряда — 830 метров в секунду. Скорострельность — 2 выстрела в минуту. К 22 июня 1941 года Советский Союз был крупнейшей индустриальной державой. У нас было колоссальное количество авиации, танков. На всё хватало денег. Но как только началась война, все эти силы на западных границах были уничтожены. В блокаду попал Ленинград. Николаев был захвачен. И были утеряны достаточно большие промышленные мощности. Это Мариупольский броневой завод был утерян. Соответственно, война намечалась не морская, а сухопутная. И шла концентрация всех сил и средств для обеспечения, собственно, сухопутного фронта. Поэтому программу строительства линкоров остановили. Несмотря на то, что ни один линкор типа Советский Союз так и не был построен, его главный калибр, пусть даже не на море, всё же принял участие в боевых действиях. Во время Второй мировой войны установка МП-10 была включена в состав артиллерийской батареи номер один, самой мощной и дальнобойной в осаждённом Ленинграде. За время обороны города Б-37 выпустила по позициям германских войск 185 снарядов, уничтожив несколько артиллерийских батарей, склад боеприпасов и железобетонный командный пункт. Во время наступательной операции по освобождению Ленинграда от блокады с 15 по 20 января 1944 года орудие произвело 33 выстрела. Один снаряд, попавший в здание электростанции, занятый противником, разрушил строение полностью. После войны рассматривали достройку головного корпуса Советский Союз, но потом поняли, что он не отвечает послевоенным реалиям, в частности по зенитной артиллерии в основном и по системе ПТЗ уже вторично. Плюс произошло забавный, так сказать, аргумент скрытия иностранными разведками основных характеристик линкора, поэтому в 1949 году его начали разбирать на металл. В общем-то, анализируя экономическую ситуацию, можно сказать, что бы не построили бы в 1946 году 15 линкоров. Не смогли бы. Даже при тех темпах экономического развития. Ну, давайте пофантазируем. Предположим, мне было 1941 года с его трагическими началами, да? Советский Союз построил. Что я себе представлял линкор? Если бы он вступил в строй, это был бы новейший линкор того периода, вполне себе обеспечивающий безопасность Советского Союза с морских направлений. И мало того, способный бороться за господство на морском театре военных действий. Представить себе возможности линкора Советский Союз как боевой тактической единицы можно, сравнив его по ряду характеристик с похожими кораблями, проектировавшимися в тот период за рубежом. Единственный построенный аналог — это Айова. Британский Лайн и германский линкор типа «Аш», как и Советский Союз, не были построены. По своим размерам и водоизмещению Советский Союз превосходил британский Лайн и сравним с американским и германским линкорами. При этом он имеет гораздо лучшее бронирование, чем его одноклассники. В качестве главного калибра все эти корабли оснащались 9-ю 406-мм орудиями, за исключением H-39, на котором планировалось установить 8 орудий. Главное преимущество пушек Советского Союза — в более высокой начальной скорости снаряда, который даёт высокое бронепробитие, и точность стрельбы именно на коротких и средних дистанциях. А это особенно важно в условиях плохой видимости, характерной для Балтийского и Северного морей. При этом дальность стрельбы советских пушек была выше, чем у «Айова» и «Лайена». Учитывая, что Советский Союз проектировался главным образом для действий в приграничных морях, по своим ходовым качествам он уступал другим кораблям. И когда вот так вот начинаешь сопоставлять, понимаешь, что эти линкоры нужны были, была возможность их строительства, и по конструктивным особенностям, которые были в них заложены, они полностью обеспечивали современные повестки дня. Если бы не война, мы построили бы хотя бы один корабль, но построили. Возможно, даже два. Ну, два корабля вряд ли бы решали какие-то геополитические задачи, но, по крайней мере, они бы охлаждали пыл некоторых горячих голов. Даже не будучи достроенными, линкоры типа Советский Союз оказали огромное влияние на всю научно-техническую и производственную базу промышленности СССР. Возникли совершенно новые металлургические отрасли. На пустом месте были возведены верфи и города. Опыт, полученный конструкторами при работе над проектом линкора, стал основой, на которой вырос уже послевоенный Советский флот. А те люди, что обрели уверенность в собственных силах, работая над проектом «23», через пару десятков лет успешно создавали уже атомные и ракетные океанские корабли, смело принимая вызовы новой технологической эпохи. Всем спасибо за просмотр! Чтобы активировать бонус-код, зайдите в свой профиль в портале игры. Увидимся в следующем эпизоде 10 сентября. И самое главное — 17 сентября приходите на наш праздничный стрим в честь пятилетия проекта! Продолжение следует... TRANSITUTE